Всем привет! Сегодня с вами я, таролог и парапсихолог Анастасия Велесова. Сегодня для моих любимых девочек-подписчиц я сделаю расклад чисто для девочек. Вот как найти своего мужчину. Поэтому быстренько подписывайтесь, ставьте лайки. Расклад общий подходит не для всех. Кто хочет обучаться таролог, запоминаем, тренируемся, так сказать. Он подойдет для ваших и будущих клиентов. Ну и в конце видео совет от высших сил, от моих карт Таро. Итак, друзья, предлагаю вашему вниманию расклад два сердца. Раскладываем карты в виде сердечка. Повольше попробовать. Чуть-чуть. Чтоб это все у нас сместилось. Так. Ну так. Два карточка. Три вот сюда, под низом первой. Четвертая. Пятая. Шестая. Шестая. Седьмая. Седьмая. Расклад общий подходит не для всех. Четвертая карточка. И так. Вот здесь мы, кстати, должны положить карту, ну, грубо говоря, вашу. То есть, если вы там королева чаш, то королева чаш и так далее. Ну, у нас здесь и есть королева чаш. Это беззаботная женщина, веселая. Женщина праздник, которая любит гулять, тусоваться. Ну, и вот мы, собственно, ей гадаем. Так. Как в настоящее время выглядит моя ситуация в области чувств? Это у нас, получается, первая карта. Первая карточка. Вот она у нас сверху. И у нас вот такая вот, получается, шестерка карты любовников. Карта любовников говорит нам, естественно, что о любви. Карта может также означать полное сексуальное пробуждение, тотальный эротизм, без которого любовь не полна. Обычно она предсказывает новую любовь. Но, следуя за ближайшими картами в раскладе, можно говорить о новом рождении существующей, либо прежней. То есть, грубо говоря, если у вас на данный момент нет мужчины, соответственно, значит, вы его найдете. Если у вас мужчина есть, то, значит, как сказать, вспыхнут новые чувства. Новые чувства, как-то сказать, по-свеженькому заиграют. Следующая карта, двоечка, что же у нас говорит? Что же является важнейшим для меня в этой области? Что же для вас очень важно обрести, так сказать, любви? И у нас семерка чаш. И семерка чаш нам говорит, что для вопрошающего любовь является самым главным не только в его жизни, но и в жизни многих из нас. Бурные эмоции. Ситуация, в которой вопрошающему необходимо осторожно оценить свои чувства. Возможность появления новых горизонтов эмоциональной сферы. Эта карта обычно определяет ситуацию, когда кто-то является объектом сильной любви. Смотрим, что же у нас означает. Следующая карта. Смотрите, как интересно. У нас дама выпала. Ну, знаете, это такое может даже быть, что надо смотреть по ситуации. Эта карта может даже говорить о, так сказать, однополой любви в некоторых случаях. Так, а так, если в целом для обычной, так сказать, традиционной ориентации, карта отвечает на вопрос, имею ли я здравый подход к чувствам. То есть вы правильно все оцениваете, трезво, либо нет. И у нас королева посохов, либо королева жезлов. У кого какая колода. А карта так говорит, что вы не умеете выстраивать отношения, и это сильно мешает амбициозность. Вот так вот. Также эта карта может говорить о подавлении женской сексуальности. Недостаток уважения к женщине, ну, к женщинам в целом, даже как подругам и все такое. И недостаток у вас женственности. Ну, опять же, карта говорит, намекает на нетрадиционную ориентацию, если она такая присутствует. Вот, кстати, мне девочки-лезбиянки часто приходили гадать, вот мальчика в геев почему-то еще ни разу не было. Так, смотрим, значит, следующую карту. Четвертая карта у нас отвечает на такой вопрос. Имею ли я шанс встретить нового партнера? И у нас выпадают три колеса. А, три колеса, три колеса, либо три пентакли. Говорят нам следующее, что это одна из лучших карт в колоде. Что, безусловно, да, вы имеете шанс. И ваши отношения будут строиться красиво и заботливо. Полное принятие партнера вплоть до уровня инстинктов, согласованности, высокого порядка и гармонии. Так что, девочки мои дорогие, вот что вас ждет в будущем. И, значит, теперь мы смотрим, на какой вопрос отвечает нам пятая карта. Когда я встречу своего нового партнера. Так, всадник посохов. Что же нам всадник посохов скажет? Какое время? Какие у нас шансы, когда встретить этого нашего любовника? А этот говорит, что с 22 июля по 23 августа. Люди между 25 и 35 годами жизни. Вот на время, на возраст, что эта карта означает. То есть, если вы это смотрите сейчас летом, то в самое ближайшее время вы встретите, так сказать, свою любовь. В другое время года, естественно, придется ждать до лета. Ну и плюс вам должно быть от 20 до 35 лет. Потому что в остальных случаях, так сказать, будет сложнее. Шестая карта отвечает нам на вопрос, что я смогу сделать, чтобы дело дошло до встречи с новым партнером. Вот, чтобы его не пропустить, что нужно сделать. И у нас 5 колес перевернуты. Ну, тут как бы понятно, что надо не впадать в уныние, не стараться себя жалеть, не быть жертвой, всячески выходить из сложных ситуаций и, так сказать, бороться за свою любовь. То есть, грубо говоря, если вы будете сидеть, плакать в уголочке, быть бедной золушкой, то ничего у вас не выйдет. И последняя карта говорит нам о том, какой будет у нас окончательный результат. Окончательный результат у нас карта суда. Так что, девочки мои, кто меня смотрит, поздравляю. Карта замужества. Карта говорит о том, что вы скоро встретите буквально летом своего молодого человека и выйдете за него замуж. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. А еще, друзья мои, не выключаем. Будет сейчас совет от высших сил, от моих карта.ру. Совет от высших сил. Так сказать, что вам делать. Что вам делать, как быть в этой жизни нелегкой. Так. Так, эта карта вот так вот. Конечно, не очень позитивные. Карты выпали. Ну, что же делать? Мы же совет спрашиваем. Это не предсказание. Так. Три мяча. Три мяча выпало. Самая говняная карта, конечно. Ну, что же делать? Карта говорит, что вам нужно быть готовым к испытаниям. А восьмерка, ну, то есть, понятно, что это какие-то документы с документами, что-то, какие-то проверка может быть на работе. И нужно стараться завершить все дела, чтобы все эти испытания пройти, так сказать, с достоинством. И последняя девятка мячей. Нужно прислушаться к своим предчувствиям и снам. Все, дорогие мои. Всегда ваша Анастасия Велесова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok